Мы уникальный, единственный, по крайней мере, в Европе народ, который не знает своей истории. Александр Прошкин. Здравствуйте. Сегодня час пик для кинорежиссера и отчасти доктора, которому удалось сделать несколько удачных прививок истории нашему народу. Добрый вечер, Александр Анатольевич. Добрый вечер. Александр Прошкин, 55 лет. Родился в Ленинграде в семье художника. Кинорежиссер, народный артист России. В 61-м окончил актерский факультет Института театра, музыки и кино. Пять лет работал в театре комедии с режиссером Николаем Акимовым. В 66-м уехал в Москву. Поставил на телевидение более 30 игровых спектаклей по произведениям Грина, Нушича, Чапика, Диккенса, Родзинского. В кино, как режиссера, его никогда не занимали Дракулы, Франкенштейны и Монстры. Самые известные его фильмы – Михаил Ломоносов, Холодное лето 1953 года, Николай Вавилов, Увидеть Париж и Умереть. Себя относят к разряду зануд, с чем программа «Час-пик» согласиться не может. Скромен, совестлив, обаятелен. С детства любил рыбалку, но работа заслонила все хобби. В свободное время гуляет с ласковым эрдельтерьером. Женат. Сын Андрей – выпускник журфака МГУ и высших режиссерских курсов. Александр Анатольевич, вчера в киноцентре, а ранее в Доме кино, прошла премьера вашей новой картины «Черная вуаль». Это не историческое полотно, которое мы уже привыкли в вашем исполнении. Не вестерн, такой в советском варианте, а мелодрама. Почему? Ну, с одной стороны, это все-таки эпоха, это Серебряный век, это начало нашего века. Это как бы единственный период в истории XX века, русской истории, относительно стабильной и приличной жизни. Ну, в предчувствии грядущих катаклизм и бед. Поэтому, в какой-то степени, это тоже история. История нравов. Это не сегодняшняя картина. А почему мелодрама? Ну, в общем-то, я работал в совершенно разных жанрах. Я делал и комедии, и даже буфонадную комедию. Вообще, по происхождению комедийный режиссер я очень никаким. А вот, пожалуй, мелодраму я никогда не делал. Это первый опыт. Интересно. Вас больше заинтересовал образ Казанова или образ женщины? Вы знаете, конечно, женщины. Это вообще женская история. Там пять женских ролей. Это некий такой коллективный портрет феномена русской женщины, что ли. А Казанова несколько своеобразен. Русский Казанова. В отличие от своего, скажем, западного прототипа, такого интеллектуала, оснащенного различными приемами, этот человек обладает одним таким достоинством, таким великим чувством мимикрии. Он такой, какая женщина. То есть, особенность русского Казанова? Я думаю, что вообще Россия страна все-таки с неким гипертрофированным женским началом. И женщины, может быть, феномен русской женщины в этом смысле гораздо интереснее феномена русского Казанова. И русского мужчины вообще? Ну, я не могу говорить о мужчине вообще, потому что соблазнитель – это не самое главное измерение мужчин. Мужчина еще измеряется всякими других параметрах. Мы будем считать, что соблазненная – это не главный параметр женщины. Но вот интересное ваше замечание… Она скорее соблазнительница. Интересное ваше замечание о том, что начало века, серебряный век – это период относительной стабильности. Многие как раз считают, что это период предчувствия нестабильности. И поэтому поведение женщин в этот период изменилось просто массово. Это действительно так? И это отражено в вашем фильме? Я думаю, что женщины как существа интуитивные, все-таки, так сказать, оценивающие не холодным разумом, они предчувствуют какие-то грядущие изменения, поэтому стараются прожить вот этот последний период гальванизированным. Отсюда гипертрофированные чувства, то есть отсюда мода на «Адюльтер», отсюда массовые всякие, так сказать, любовные истории во всех журналах. Эти самые «Выски», «Вни», «Князь Эн» застрелил своего соперника в ресторане, в «Стрельне» и прочее, прочее. Раскройте любой журнал. «Адюльтер» был как бы основной темой существования. Интересно, сейчас не так, вот если взять поведение женщины как симптом, замечаете ли вы в современном мире, в сегодняшние дни, что поведение женщины так же сконцентрировано? Если так, то можно ли поставить, можно ли по поведению женщин предсказывать будущее? Ну, вы знаете, говорят, предсказывают землетрясение по поведению японских рыбок, но, как правило, предсказывают уже после землетрясения. То есть, когда землетрясение произошло, мы сказали, а помните, как вели себя рыбки? Вот так же, я думаю, можно говорить и по поводу женщин. Вот они что-то понимают, что-то чувствуют. И, конечно, я думаю, что на сегодняшний момент влияние женщин в обществе еще очень незначительно. Должно быть, оно значительно больше, потому что все-таки какая-то концентрация добра в женщине значительно больше, чем в сегодняшнем мужчине. Вот вы говорите о концентрации добра, тем не менее, вы как бы в своем фильме заставили женщину убить мужчину. Ваш Казанова заколот в постели Казанова-Абдулов женщиной. Чья это победа, я хочу спросить? Его или ее? Ну, вообще, трудно сказать, что убийство – это победа. Это скорее, это месть, прежде всего, самой себе за то, что она жизнь прожила в общем совершенно ей не свойственно. Она насиловала свои чувства, она насиловала себя, она заставила себя прожить одну жизнь, вместо того, чтобы прожить жизнь естественной, доверившейся своему чувству. И потом, так сказать, расправилась практически и с собой, и с ним. Ваше высказывание сейчас, мне кажется, граничит с афоризмом. Нельзя сказать, что убийство – это победа. И ваш фильм, ваша визитная карточка «Холодное лето 1953 года», который был показан в 46 странах мира, мне кажется, и проповедует именно эту мысль. Убийство показана там, там серия убийств, такое грязное, в буквальном смысле этого слова. Несмотря на то, что фильм упорно называет вестерн. Да, но все-таки главное такое духовное содержание, такая чавкающая смерть, вот эти люди без ценностей, которые там фигурируют, действуют, вызывают отвращение. Вот такое остается, такое чувство во время просмотра этого фильма. Давайте посмотрим эпизод небольшой. А вот за последний год в Чечне убито десятки тысяч людей, русских, чеченцев с обеих сторон. Одно убийство рождает другое, убийство воспроизводится. Никто не может одержать победу, поскольку убийство – это не победа. А что было бы победой в этой ситуации? Победой в этой ситуации было признание, собственно, заболевания. Это тяжелая паранойя, в которой мы все находимся. И вообще с нами происходят чудовищные вещи. Каждый день мы видим убийство на экране. Мы уже почти не реагируем на трупы, на искалеченных людей. К чему это приводит, совершенно понятно. Это приводит к тому, что атрофируется это чувство, падается на человеческой жизни, кончается все гражданская война. Самоуничтожение. Мы сейчас занимаемся самоуничтожением. Я не могу больше все это просто видеть. Для меня это страшные боли, ощущение абсолютной беспомощности и бессилия. Ничего мы не можем поделать с этим. Мы говорим, подписываем письма, ничего не происходит. Это же не вопрос. Я просто хочу поделиться, что я видел недавно на вокзале, на ленинградском, солдата. Без ноги, там свежее что-то у него, наверное, завязано или обработано на костылях. Он был пьян, с расстегнутой шинелью. Очевидно, жертва Чеченской войны. Он упал и шапка, он сам упал. Потом подняли. То есть жуткое впечатление. Мороз по коже. Мы говорим об убийстве. Раненых, наверное, не меньше. Вот сейчас вот это вот таких солдат, наверное, их не так много в Москве. Они где-то расстатачиваются в других местах довольно много. Вот это, наверное, какой-то символ самоуничтожения. Ну вот мы сейчас ждем все. Президент собирается в Екатеринбург. Объявит, как все думают, о начале своей избирательной кампании. И вместе с тем об изменении политики в отношении Чечни. Это что, конъюнктурный ход? Или это осознание? Что это вот сейчас будет? Вот сейчас нам скажут, войны больше не будет, да? То есть это хорошо или как? Можно вздохнуть спокойно. Ну, я не думаю, что от того, что сказать, что войны больше не будет, она сразу и прекратится. Наверное, это какой-то сложный процесс. Ведь втянулось государство в эту войну тоже постепенно. И вообще это какая-то страшная безнравственная история, заквашенная на чисто меркантильных делах. Кто-то на этом делает огромные деньги, продавая оружие, оставляя оружие, прокачивая через Чечню нефть, давая деньги на восстановление Чечни. А за этим тысячи и тысячи несчастных искалеченных людей, которые уже ни во что не верят и никому не верят. И никакому президенту, никакому государству они теперь уже не повеют. И огромное количество искалеченных людей морально, которые вернутся с этой войны. Не могу согласиться с вами лишь в одном с употреблением слова «меркантильный». Меркантильная какая-то мелочность предполагает, мелкую корысть. А речь идет о миллиардах долларов. Такие примерно цифры. Ну, а вот вы говорите, мы подписываем и ничего не действует. А вот недавнее письмо, по которому подписалось около ста человек нашей интеллигенции. И вот обращение к президенту. Вы обязаны сознавать, что политическая капитуляция, вывод войск из Чечни, и тем более признание ее независимости, не приведет к миру. И далее подписи более ста человек, среди которых Бородин, Жонов, Крупин, Куняев, Аристарх Ливанов, Распутин, Шифаревич. Вот Интерфакс опубликовал это 9 февраля. Ну, моей подписи здесь нет. Я не несу за это ответственность. Ну, а как бы вы прокомментировали эти настроения? Вы знаете, я думаю, что не имеет смысла комментировать эти настроения, потому что эта позиция известна давным-давно. И эти люди отстаивают ее на протяжении уже длительного времени. Это, так сказать, чисто ура национал-патриотическая позиция. Крови не страшно, людей не жалко. Я думаю, что все-таки самая главная ценность – это человеческая жизнь. И во имя ценности этой все нужно и делать. Это главное. И мы все время говорим, что вот у нас теперь нет идеологии. Какая должна быть новая идеология? Вот это должны быть идеологии ценности, самоценности человеческой жизни. Каждой. Если вы говорите, что сейчас нет идеологии, или просто цитируете кого-то, повторяете, это как бы общее место, что у нас сейчас нет идеологии, то не бывает же, чтобы не было погоды, да? Так и не бывает, чтобы не было идеологии. Какая сейчас идеология все-таки реально существует? Ну, в принципе, в Конституции записано, что самая высшая ценность является человеческая жизнь. Вот это и есть идеология. А вот реально, реально господствующая идеология все-таки записана. У нас была Сталинская конституция лучшая в мире, а убивали миллионы людей, десятки. Мы знаем, что это не значит. Что у нас называлось общество развитого социализма, он был нормальный, номенклатурно-государственный, так сказать, если честно говорить, полуфашизм. Значит, что произошло принципиальное изменение? Осталась та же самая номенклатурная власть. Просто теперь не употребляется, так сказать, не нужно молиться памяти Ленина, не нужно, так сказать, произносить цитаты из Маркса, но власть в тех же самых руках, методы существования и самоотверждения те же самые. Чуть стала более яростная борьба за благо. Раньше боролись за пайки сосиски, а теперь за нефтяные миллиарды. В продолжение разговора я хочу процитировать вас уже. Это высказывание, этому высказыванию почти 10 лет. 88-й год, советская культура. Пожалуйста. Людей с меткой того времени мы встречаем и сейчас. Готовых к любой ситуации, любой опасности, непотопляемых. Готовых в конечном счете предать, заложить любого. Это люди без «я», без собственного мнения. Всё, что угодно, готовые списать под громогласное «мы». Александр Прошкин, советская культура, 30 июня, 88-й год. Это характеристика и нынешних властей, если вы говорите, что мало что изменилось тоже? Вы знаете, всё-таки власть, нельзя сказать, что она уж так однородна сейчас. Потому что есть разные люди. Но очень много вот этой, так сказать, как бы инстинкта, этой номенклатуры, вечного, извечного, российского, ещё до советских времен, понимаете, это как бы национальные заболевания. Ну, вот всё-таки, делать жизнь с кого? Вот мы как-то мрачную такую картину рисуем, безысходную. Раньше говорили с товарища Дзержинского, а сейчас с кого? Фамилия, имя, что-то, вот, можно быть, есть герои у нас сейчас, кто они? Вы знаете, герои – это во все времена те люди, которые продолжают создавать, что-то делать. Это нормальный, так сказать, герой жизни. Мои герои, так сказать, мой герой, для меня, например, вся наша политическая жизнь делится на две эпохи. Эпоха Сахарова и после Сахарова. Пока был жив Сахаров, я был всей душой там. Я не отрывался ни одного заседания этого паноптика, вот тогда депутата, как это называлось? Первый съезд? Нет, вот это называлось съезд народных депутатов. Но вот все это был человек, при котором кому-то было стыдно. И всем нам было немножко стыдно, когда мы видели вот эту застенчивую твердость великого человека. А сейчас нет такого человека? Вы знаете, может быть, этот человек и есть, но просто он не находится в сфере, как бы, так сказать, внимания. Его не допускают. До чего дошло, что даже Александр Александрович Сложеницын ушел с первого канала РТ. Ведь каждую неделю вот этот полчаса общения с этим человеком очень много давали, несмотря на то, что эти передачи были не самого высшего класса, и как бы его и подставляли. Но само по себе явление Сложеницына каждую неделю в телевизоре очень многое давало. Я считаю, что сегодня нам прежде всего необходимы вот такие фигуры, вот люди, которым абсолютно нужно верить. Может, мы можем найти таких людей в истории? Вы показали Николая Вавилова в своем шестисерийном фильме. Показали Михаила Ломоносова, который как бы был человеком русского характера, но европейского мышления. Может быть, вот эти люди могут стать героями? Вы знаете, дело все в том, что, к сожалению, вот интерес к истории... Вот когда я сделал фильм о Ломоносе, меня потрясла реакция. Мы получили, по-моему, что-то 65 тысяч письм. Причем это не просто были там какие-то письма, а вот хорошо сыграл там артист такой-то. Это были какие-то исповедальные произведения на 10-12 страницах. Это были сумасшедшие рецепты, что нужно делать с Россией. Это были вообще какие-то грандиозные прожекты. От солдатских частей до сумасшедших домов, в которых сидели в это время, так сказать, весьма интеллигентные люди, изгнанные, так сказать, из своей сферы деятельности. Была безумно интересная реакция. Уже после фильма Вавилов, правда, он совпал с вельминскими событиями, я вдруг понял, что как бы, ну, подумаешь, ну, убили замечательного человека. Ну, человек хотел накормить весь мир, а умер в тюрьме от голода. Ну, у нас там миллионы убили. Вот какая-то существует атрофея к истории. Это тоже, знаете, такой инстинкт определенный. Не задумываться, не извлекать ироков. Поэтому я не очень убежден, что сейчас, так сказать, вот историей, размахивая той или иной фигурой, мы, в общем, вылечимся. Спасибо. Ваши зрители умеют не только писать письма, но и звонить. Они это делают сейчас. Пожалуйста, телефонные звонки. Пожалуйста, первый звонок. Добрый вечер. Скажите, это правда, что известный ныне Александр Калягин впервые сыграл именно у вас? И скажите, пожалуйста, что это была за роль? Спасибо. Александр Калягин был артистом в этот момент, по-моему, в театре Ермоловой. Я снимал «Пиквицкий клуб» на телевидении. И роль «Пиквика» играл Ролан Быков. Мы с Роланом где-то на чем-то не сошлись. Я заменил Ролана Быкова на совершенно молодого, никому неизвестного тогда еще, Сашу Калягину. Это было первое его появление на экране. Вот так это случилось. Спасибо большое, Александр Анатольевич, за ваши открытия, за открытие людей, за открытие идей. Сегодня час «Пик» был для кинорежиссера Александра Прошкина. До завтра. Субтитры подогнали Симон.